Недавно из телевизора я узнал, что Calgate — это рекомендация стоматологов номер один в России. И данное заявление даже основано на каком-то опросе. Я взял две рекламы — 2014 и 2015 года. Оба раза опросы проводили маркетинговые компании, но ни в том ни в другом случае исходников исследования я не нашел. Но зато наткнулся на статью, из которой выяснил, что власти в Великобритании запретили Calgate рекламироваться под этим слоганом. Дело в том, что опрос, на котором было основано данное заявление, был, мягко говоря, интересным. Стоматологам предлагалось выбрать между тем, чтобы чистить зубы с пастой, или без пасты. Разумеется, большинство стоматологов рекомендовали использовать пасту, а поскольку Calgate — это паста, стало быть, большинство стоматологов рекомендует Calgate. Да, всё настолько плохо. Или вот ещё реклама мыла, которая убивает 99,9 вредных бактерий. В действительности, такой результат получается только в лабораторных условиях, в пробирке, а в реальной жизни уничтожается только 46%. Но вам об этом, разумеется, не расскажут. Это, конечно, наиболее невинный случай статистики, которая вводит в заблуждение. Большинство людей, смотрящих такую рекламу, понимает, что это неправда. Но как именно происходит обман, мы зачастую не знаем. Человек, не разбирающийся в методах сбора данных и статистики, может рассчитывать только на интуицию. Когда нам говорят, что средняя зарплата в России 41 тысяча рублей, закрадывается смутное сомнение, что что-то здесь не так. Но если ложь не настолько очевидна и сделана с умом, вы на неё поведётесь. Сто процентов. Вот, например, масштабное научное исследование, которое выяснило, что сливочное масло, вопреки всем предостережениям врачей, оказывается, есть не вредно. Times даже выпустили журнал, разносящий благую весть о полезности этого продукта, с обложкой, на которой заманчиво написали «Ешьте масло». Однако в самом исследовании учёные сравнивали масло с типичной американской диетой, с булочками, газировкой и фастфудом. И даже в таком сравнении смертность при потреблении масла была выше на 1%. Так что именно обнаружили учёные? Разве пользу масла? Нет, максимум, что оно слегка хуже, чем конфеты и пирожные. Согласитесь, это немного отличается от громких заголовков. И защититься от них невозможно, если вы не занимаетесь вопросом самостоятельно, изучая исследования, читая пресс-релизы и научные отчёты. У простого человека просто нет инструментов, чтобы распознавать ложь в статистике. И эта слабость эксплуатируется всеми. Например, недавно я рассказывал о пользе ягод, и для вас это полезно. Но что насчёт крупных производителей? Ягоды не лежат долго на полках, и заработать на них очень трудно, поэтому пищевая индустрия старается их как можно сильнее обработать и затолкать в какой-нибудь батончик, который не испортится 20 лет. Разумеется, вся польза ягод при этом испарится, и в рекламе нельзя будет сказать, что батончик полезен. Но если заплатить исследователям, можно нарисовать красивую картинку. Вот одно из таких исследований. Смотрите, какое чудесное воздействие на когнитивные способности оказывают ягодные таблетки в сравнении с плацебо. Этот график можно даже поместить у себя на сайте и написать что-нибудь о силе черники. А теперь обратите внимание, что ось Y начинается с 20, а не с нуля. Если же построить график по всем правилам, то эффект перестанет казаться таким большим. Это классический пример дезинформации. Вас не обманывают, но подают данные так, чтобы вы думали правильно. Как в рекламе, так и в политической агитации вам чаще всего будут говорить правду, но полную правду вы не узнаете никогда. Это особенно верно в случае с алкоголем. Возьмём, например, вот это исследование из видео одного блогера. В нём выяснилось, что люди, пьющие понемногу, живут дольше всех остальных. Однако, как всегда, всё не так просто. Людей условно разделили на три группы. Пьющие много, пьющие мало и непьющие. Из трёх групп статистически дольше всех прожили те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах от одного до четырёх напитков в день. Но зацепка в том, что из группы непьющих значительная часть это те, кто недавно бросил пить. И бросили они пить как раз из-за проблем со здоровьем. Технически они непьющие, да, но мы не знаем, как долго и почему они не пьют. В таком случае неудивительно, что выпивающие понемногу прожили дольше, чем непьющие. Если же проконтролировать этот параметр или найти исследование людей, которые пожизненно воздерживаются от выпивки, оказывается, что они живут дольше остальных. Однако, если вы не знаете этих нюансов, то будет очень трудно понять, где подвох. Возможно, вы даже начнёте пить. Не советую, кстати, это напрямую повреждает тестикулы. Марк Твен как-то сказал «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». И эта фраза должна быть вашим девизом при потреблении информации. К сожалению, даже если вы очень умны, у вас не получится сходу отличить правду от лжи. Поэтому правильное отношение к любым данным, которыми вы не занимаетесь лично, в том числе к моим, это здоровый скепсис. Честь и удачи. Этот канал создаётся благодаря поддержке добрых людей на Патреоне. Список наиболее активных участников вы сейчас видите на экране. Особая благодарность Александру Кутелёву и Марику Читте. При желании, по ссылке в описании, каждый может присоединиться к нашей небольшой тусовке и участвовать в ежемесячных стримах, а также смотреть дополнительные материалы.